Мистификатор или спаситель? Новости врачей, которые собираются пересадить голову, вызвала в мире горячие споры. Итальянский нейрохирург Серджио Коновера пообещал провести трансплантацию головы от одного человека к другому. Какой бы шокирующей ни была эта идея, а уникальная операция становится все более реальной. В медицине рождаются новые научные технологии, передовые методики, инструменты. У отечественных врачей есть впечатляющие успехи, а о некоторых операциях еще недавно даже не могли и мечтать. О медицинских инновациях Могилевщины днями узнала Екатерина Городницкая. Болезнь могла сделать из него инвалида, а сегодня Владимир Тимощенко ходит без опоры и объем движений выше среднего. Так характеризует своего постоянного пациента-врачи. Вкус к жизни вернулся после ревизионного эндопротезирования коленного сустава. У любого имплантанта есть свой срок действия и его нужно менять. Это и называется ревизионным эндопротезированием. Проще говоря, Владимиру вставили искусственный сустав второй раз. Но проще только говорить, а провести такую операцию сложнее. Врачи нашли выход и в Могилеве спасительное вмешательство поставили на поток. Приходится применять костную пластику, дополнительно брать костные трансплантаты из других областей у больного или заготовленные заранее. А это отделение микрохирургии глаза областной больницы, где также тестируют новые технологии. В мире эта область науки развивается быстро, в мгновение ока, шутят офтальмологи. Почти 90% глазных операций сегодня делаются с помощью микровмешательств. Читать не могу. Плохо, плохое зрение. Ну уже годы, пора уже. А что вам обещают, скажем так? Обещают сегодня поправить роговицу. В областной больнице оперируют в год более тысячи пациентов с катарактой. А потребность еще больше. Новая технология – это шанс вернуть зрение. Здравствуйте. Журналист Екатерина Градницкая. Телеператор Виталий Алексеенко. Днями мы побывали в отделении микрохирургии глаза Могилевской областной больницы. На данный момент здесь происходит довольно-таки уникальная операция для Могилевщины. Делают ее на новом оборудовании, которое так и называется. Центурион имеет такое космическое название. И вот поэтому нас нарядили в такие практически космические костюмы. Виталий, не волнуешься? Чуть-чуть. Ну что ж, начнем. Вот он аппарат нового поколения – Центурион. И это именно он разговаривает с врачами и оптимизирует каждый их шаг. Позволяет выполнять операции по замене хрусталика без швов, с минимальными разрезами и минимальными сроками реабилитации. Раньше все-таки мы оперировали с разрезами, налаживали шов. А разрезы – это, как правило, больничный лист удлиненный в течение трех недель. Водители могли только заниматься своей физической нагрузкой. Через шесть месяцев подписывалась комиссия. Так меняют хрусталик – ювелирная работа. Мы специально показываем эти кадры вблизи, чтобы все могли своими глазами убедиться, насколько технологии ушли вперед. Но медики – такие люди, что предела совершенству не знают. И, возможно, мечты, кажущиеся безумными сегодня, как трансплантация головы, станут обычной практикой в медицине. Кстати, наши собеседники-врачи из областной больницы на вопрос о скорой пересадке головы тактично отвечали. Если она все же и состоится, на нее понадобится много времени и сил.